Строить в регионе нужно не только дома, но и социальные объекты, в том числе в маленьких населенных пунктах. Так, в Иркутском районе возвели 4 врачебные амбулатории и 5 фельдшерско-акушерских пунктов за этот год. Монтаж одного из медучреждений на днях закончили в деревне Куда. Теперь местные жители будут получать помощь врачей в новом здании. Оказывают в Иркутской области и палеотивную помощь взрослым и детям, в том числе в Ивано-Матрёнинской детской больнице. О том, как работает этот подход в регионе, расскажет Анастасия Смирнова. Слушает сердце особенных детей ежедневно. Иркутянка Тамара Евгеньевна работает в отделении реанимации Ивано-Матрёнинской больницы уже 8 лет. Она оказывает палеотивную помощь детям. У маленьких пациентов разные тяжелые диагнозы. И каждому нужен круглосуточный присмотр. После выписки малышей чаще всего направляются в хоспис. Поэтому врачи оказывают поддержку и родителям особенных пациентов. Принято, что хоспис это последняя конечная цель, которая для жизни этого ребенка. Это не всегда так. Это не последний предел, который может быть. И надо бояться. Мы стараемся, чтобы помочь маме немного отдохнуть. Садаптироваться по уходу за этим пациентом. Чтобы она немного научилась ухаживать за таким ребенком. Все-таки некоторые малыши после лечения возвращаются домой. Сегодня в регионе в палеотивной помощи нуждаются почти 500 детей. Большая часть из них имеют патологии центральной нервной системы. В Иркутской области есть только 4 медучреждения, которые оказывают помощь таким пациентам. Два из них находятся в областном центре. Есть три категории специалистов, которые оказывают палеотивную помощь. Это амбулаторная помощь, хосписная и стационарная. В стационаре Ивана-Матрёнинской больницы в год проходит около 100 неизлечимо больных детей. В среднем продолжительность нахождения на койке 29 дней. Бывают разные случаи. Некоторые пациенты поступают на несколько часов для того, чтобы купировать тягостные симптомы. Этих детей надо просто любить. Вот чтобы с ними работать, их надо просто любить, их надо просто понимать. Это необычные дети. Некоторых это шокирует как-то. Но это необычные дети, но они тоже дети. Они тоже нуждаются в нашей поддержке. Оказать такую поддержку неизлечимо больным детям в Прибайкалье могли не всегда. Палеотивная помощь стала развиваться последние 7 лет. А в августе 2019 года была утверждена региональная программа развития системы оказания палеотивной медицинской помощи. За счет этой программы финансируется как оснащение медицинских организаций, оказывающих палеотивную помощь, так и обеспечение детей, находящихся на дому. Существует перечень для обеспечения пациентов на дому. И туда могут входить все медицинские изделия, такие как аппарат ЭВЛ, кислородный концентратор, в том числе и зонды, катетеры, перчатки и даже ватные палочки. Основная цель врачей этого отделения – сделать максимально комфортной жизнь маленьких пациентов. Ведь правильное лечение, нужный настрой и эмоциональная поддержка может творить чудеса. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин. Новости по будням.